всем здравствуйте так ну что у нас видно слышно котики видно слышно всем здравствуйте добрый вечер администратору с вами таролог юлия петрова на сегодня расклад украина россия у нас будут сегодня важные такие скажем так рассмотрение того что будет происходить ближайшее время поэтому мы будем с вами наблюдать именно такой формат расклада как обычно у нас достаточно быстро и информативно я смотрю расклад кто у нас впервые также те кто не впервые проверьте в свое состояние подписки потому что много комментариев приходит что вроде была подписана и как-то получилось так что youtube подписал вот кто-то пишет претензии мне что я их блокирую никого не блокирую проверьте статус подписки я не знаю зачем это делает youtube но как то так всем здравствуйте да ну что поехали поехали работать давайте смотреть что происходит в настоящее время в украине так настоящее время что происходит я вижу что идут переговоры все таки я вижу что идут скажем так вопросы все таки которые нас с вами хоть как-то могут приближать к миру да я здесь могу сказать о том что это карты которые говорят нам о том что у нас в принципе немножко это затягивается по времени опять таки вот и достаточно ну то есть каждый здесь принимает свои скажем условия но еще пока есть хоть какие-то такие скажем так возможности операция я бы сказала что украина еще пока держится своих вот этих вот каких-то целей вот да я хочу вам еще вот сказать какую вещь здесь важный момент это то что действительно пока наполовину я думаю согласны с теми условиями которые выдвигаются друг другу здесь либо сейчас будет маленький кусочек до отдан россии либо либо здесь будет дальше продолжаться война и потом будет все равно забран большой кусочек поэтому это я сразу вам скажу потому что вы мне задаете прямые вопросы да юля а там что там будет я что будет на самом деле вам сказала еще в первом раскладе который я сделала это все обязательно произойдет у меня нет к вам каких-то временных рамок я таролог если вы хотите за датами идти идите к номерологом астрологом они вам более конкретно по датам сориентируют но я лично датами не занимаюсь поэтому чтобы вы понимали что я не претендую на статус ясновидящего мне нету этих данных нету этого дара мне есть другой дар ну или несколько даже можем так сказать но я к ясновидящим себя не отношусь хорошо не отношу хорошо поэтому не не приписывайте и не спрашивайте с меня даты потому что люди задают вопросы а когда почему вы не говорите потому что если бы я знала я бы вам уже сказала так как я не знаю я и не буду говорить потому что нет смысла сидеть здесь заниматься какой-то ерундой поэтому дальше что вам хочу сказать у нас действительно здесь идет запрос финансовый от украины да это помощь какая-то здесь финансовая которая будет сказано я продолжаю видеть что здесь готовится какое-то то ли ядерное оружие то ли какая-то такая история которая связана с тепловыми элементами потому что это мне идет по раскладу уже наверное минимум месяца 8 и сейчас последние несколько раскладывать стало все больше и больше актуально я это вижу все чаще и чаще вот то есть тепловой какой-то элемент или элемент облучения понятно то есть это может быть связано с ядерными какими-то такими вещами следующее что сейчас происходит у меня шумит кондиционер поэтому потому что уже были в прошлый раз какие-то претензии это можете просто выключать видео потому что кондиционер у меня будет шуметь до ноября месяца здесь в офисе поэтому кому плохо как-то до свидания значит дальше что происходит я все-таки вижу что я вижу в ближайшее время захват какой-то территории то есть украина потеряет часть своей земли еще и это будет происходить достаточно долго этот захват но это это начнется уже в ближайшее время то есть я вижу что начинается еще один дополнительный этап а также существующие новые как бы скажем так земли которые перешли к россии они будут здесь они будут здесь обстреливаться украиной я вам сразу это скажу тоже вот и я вижу в настоящее время что идут очень серьезные на самом деле разрушения причем разрушения самого ближайшего времени до перспективного будут касаться даже каких-то ну все будет касаться животных ферм каких-то угодий и тому подобное да то есть как бы я думаю что именно какой-то промышленный такой и и фермерский вот этот вот потенциал будет здесь в украине разрушаться очень плохо что такие карты на самом деле уже совсем уже совсем ничего от этой украины не осталось и просто добивание такое я бы сказала здесь идет вот и жалко людей конечно но я здесь вижу агрессивную волну подготовку подготовка женщин идет я помню как многие в комментариях полгода назад когда это говорила смеялись и говорили что у меня не все дома но я уже привыкла к тому что сегодня на раскладе пишут что у меня не все дома а через полгода все идут на войну и никого из украины не выпускают а я об этом вам говорила уже достаточно давно опять таки поэтому называется теперь мы посмотрим у кого не все дома да как-то кстати храбрых комментариев каких-то вот таких вот поменьше стало я так поняла что люди многие действительно пересмотрели расклады ну вот хорошо что в ближайшее время вообще сама власть украины планируют здесь предпринимать что здесь идет меня такое впечатление что президент украины вместе с правящей верхушкой он остался в очень большом меньшинстве то есть его вообще парламент или как это сказать верховная рада не поддерживает его вот и его политику здесь готовое уже политическое движение параллельное и как только вот его будут пытаться заменить тут уже есть люди которые хотят на это место попасть кроме того я вам хочу сказать что такое очень рисковый какой-то нагнетающий момент со стороны президента украины беспощадно абсолютно к своему собственному здесь населению я это вижу и я вам хочу сказать что здесь как будто знаете фраза есть классная грустная но классная хорошая перед смертью не дышишься называется да вот это как будто человек здесь я не говорю что он будет умирать это фраза метафоризируем понятно здесь просто идет такой момент что человек как будто бы делает отчаянные поступки потому что заканчивается власть заканчивается власть и заканчиваются полномочия возможности какие-то я вижу что этот человек задержится у власти но здесь будет абсолютно я сразу же уже я то есть я не думаю что политическая вот как какие-то политические партии которые хотят туда попасть на это место будут молчать я думаю будут даже вытеснять из своих кругов и будут мало поддерживать самого президента украины у него сейчас очень плохое такое положение очень слабая позиция и вот от этого как бы сейчас могут быть очень такие кровопролитные для самих украинцев времена потому что человек абсолютно не руководствуются ну как бы здесь здесь человек который руководствуется сделать не знаю какие-то отчаянные очень сильно шаги и люди пострадают здесь просто но население пострадает он не будет жить в украине я нужно в начале расклада сказала что он не будет жить в украине президент и и и это ждет переезд карта мир это колесница это однозначные поездки с целями якобы политическими но на самом деле человек там устанавливает свой бытовой какой-то уже момент вот поэтому я вам хочу сказать что мир эта карта поездки переезда да но пока это как будто ему он ждет какого-то периода времени то есть здесь вот такая вот идет у меня история что я хочу вам еще сказать давайте посмотрим на россию тут же я думаю про украинского президента все понятно но это было ясно я же сказала вам что это было ясно два года назад полный бред идите лесом кто вас тут держит боже мой не надо здесь высираться потому что я вам ваше говно полную панамку накидаю обратно ребята вообще никаких проблем у меня нет вы приходите ко мне домой и ждете что у вас кто-то будет тут гладить кому нужны ваши мнения я им за вашим мнением сюда не прихожу одобрение мне тоже не надо поэтому не надо со мной так те кто обесценивают мой труд ребята люди потом пишут комментарии юля я вот вот погорячилась вот простите я вам там написала у меня неприятности и будут неприятности потому что вы лезете не понимаете куда вы лезете свою мордяку засовываете а потом обижаетесь удивляетесь людям я по-людски а к сволочам по-сволотски знаете каждому знаете по заслугам россию давайте смотреть что здесь за планы на войну ближайшее время но они со своих позиций не сходят здесь свои условия здесь нету перемен по условиям я не вижу перемен выдвигаются одни и те же в принципе условия новые экономические проекты я здесь вижу новые военные проекты самое большое пополнение экономики это что это нефть и оружие и война да то есть как бы здесь в плане этого производства будет припасов каких-то на расстоянии другой стране скорее всего поэтому вот так вот здесь я вижу и хочу вам сказать что на самом деле здесь не меняется политика курс не меняется никак вообще мало того я здесь вижу его еще более жестким единственное что в россии произойдет очень большая неприятность ближайшее время большая неприятность причем это такая такая скажем так подстава какое-то разрушение здесь может быть и она будет касаться именно со стороны воды скорее всего что-то произойдет вот поэтому не пишите мне за то что уже произошло это не про это вот хочу вам просто сказать что это произойдет ближайшее время сейчас готовится какая-то неприятность в россии я вам хочу сразу сказать у вас будут опять какие-то коллапсы происходить но есть отстройка видимо какого-то пути торговый путь или путь для военных каких-то нужд здесь отстройка какой-то какой-то дороги здесь также будет использован новый способ доставки чего-то воздухом и воздух и земля здесь идет следующее что россия здесь будет делать они сделают ошибку потому что они вступят в союз сейчас россия в сотрудничество с кем-то для того чтобы проводить дальше военные действия они будут вступать сейчас какие-то отношения более близкие с человеком хотел сказать с страной которая в итоге будет очень опасно для россии то есть они принесут неприятности этой стране и это будет какое-то потом позже предательство то есть здесь есть своя выгода и это достаточно странный будет выбор ну то есть это может быть там например не ближайший там казахстан а какая-нибудь индия да или наоборот африка или что-то в этом роде то есть здесь немножко союзничество и объединение поможет на время сейчас россии но потом это будет предательство со стороны этой страны и люди будут удивляться как так произошло и ну в это будет трудно поверить то есть это будут даже оправдывать это произойдет чуть позже следующее что я хочу сказать ближайшее время здесь будут приниматься видимо очень серьезные обрядные обрядные будут вещи проходить в каком плане в плане того что сейчас религиозные могут быть праздники какие-то и в эти религиозные праздники очень много чего можно делать какие праздники это пасха скоро я хочу вам сказать что в пасхальный день может произойти например что-то неприятное с мусульманской точки зрения внутри страны вот то есть здесь переход немножко на религию надавить а также я хочу сказать что в конфликте с украиной здесь в день пасхи могут возникнуть тоже неприятности то есть как со стороны украины в россии так и обратно то есть пасха будет не самой светлой вот как бы скажем так да то есть вот такое я вижу здесь следующее что президент планирует делать здесь будет усиливаться призыв скорее всего будет сильнейшая атака какая-то со стороны россии и возможно переход на другие земли в которых ранее не было таких активных действий получать будут какие-то возможности через воду я вижу доставки для россии через воду которых никто не говорит почему-то или я просто может быть об этом не знаю да но все узнать невозможно но всяком случае что вы просто себе знали вот так я вам говорила как-то на одном из раскладов кто у меня новенький про подводные туннели о которых тоже шла у нас речь это новые кит какие-то такие способы переправки быстрой таких специальных каких-то может быть военных припасов тут такое может быть даже возможно переправка людей да это может быть очень интересная здесь такая история поэтому я вам хочу сказать что это большую опасность представляет для украины поэтому здесь вот так вот идет следующее что я хочу здесь сказать вам это то что он президент на самом деле сейчас будет как-то ну вроде бы как вы по вашим комментариям сейчас там дают на то на сё и на 25 на самом деле здесь молодежь как бы будет немножко вот прям не молодежь в плане 18 20 лет а в плане там ну подрастающие совсем тинейджеры да малолетние люди то есть несовершеннолетние здесь вот какой-то немножко идет момент даже с воспитанием может быть исторически может быть какие-то школьные классы будут включаться и немножко но такое пропагандистского формата будет также вам хочу сказать что будет усиливаться военная подготовка со школьных каких-то моментов то есть вы будете видеть что ваши дети в школах будут изучать немножко больше там до того как надо стрелять например и тому подобное то есть немножечко курс берется такой политический военный и я хочу сказать что это будет видимо подготовка на дальние уже мероприятия и я здесь вижу действительно нелегкие времена в плане именно как бы войн да со стороны россии это не последняя война россии естественно потому что россия всем будут мозоли глаза это будет постоянная история и вот так будет также принят законопроекта об образовании которое будет менять образование ближайшее время так давайте смотреть давайте смотреть давайте смотреть что будет происходить на севере украины ближайшее время поехали мы смотрим ближайшее время опять таки по времени меня не спрашивайте потому что я не знаю что вам сказать по времени у меня немножко упрощенное идет вообще вот вы про образование пишите комментарии это краем глаза посмотрела хочу чтобы просто понимали что упрощение образования зрительное а не письменная понизит уровень образованности населения люди немножко отупеют я вам сразу это скажу это будет везде готовится поколение скажем так людей которыми будет достаточно несложно управлять это будет по всему миру это идет все к упрощению поэтому если у вас есть маленькие дети в какой бы вы стране не жили или внуки обязательно надо заниматься правописанием обязательно надо писать от руки обязательно надо делать вот эти вещи потому что ну как бы я не буду сейчас туда углубляться но вы можете почитать учебники да которые про мозг про изучение мозга что это действительно влияет это как на когнитивные функции до вашего ваших мозгов в принципе поэтому я вам хочу сказать чтобы вы знали потому что я вижу комментарии я не хочу никого обидеть но у нас в принципе расклады приходят спасибо большое за донат Светлана благодарю вас я хочу вам просто пример привести даже не про детей а знаете про что а про то что каждый раз одни и те же вопросы юля во сколько будет эфир а людям делаешь афишу люди не читают ничего вообще просто вот тут вошло здесь вылетела и все я не я опять таки я не за всех говорю я говорю за отдельных лиц я сказала сегодня ночью моей ночью говорю ребята такое маленькое просто лирическое отступление как в массе все реально плохо выглядит чтобы вы понимали я говорю я утром через 10 11 часов проснусь и поставлю вам афишу люди на телеграм-канале кстати присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу не дай бог что с ютубом приходите на на телеграм-канал я хочу вам сказать что люди просто начали писать что эфир будет через десять-одиннадцать часов хотя я не написала про это понимаете я написала про то что будет афиша через десять-одиннадцать часов люди даже прочитать не могут прочитать не могут вот одну фразу одно предложение и понять что там написано это ваши между прочим прививки это ваше между прочим чтение и отсутствие правописания полная потому что все записывают все не в блокнот как у меня вот здесь куча книг везде у таких а люди пишут все в телефонах и мозг от этого тупеет это ваши кстати постоянные скроллинги шорсов на ютубе по 23 часа в сутки вы можете посмотреть свое экранное время у вас есть телефоны и вы там можете в настройках посмотреть даже даже на ютубе сколько у вас экранного времени на ютубе вы вот так вот пролистали всякого говна вы представляете что такое для мозгов одноминутные ролики на разные темы тут готовка там политика там еще что-то тут посуда там еще какая-то ерунда и мозги просто тупеют вообще по полной программе я вам хочу сказать что забирайте своих детей телефоны если вам хочется вырастить мыслящего человека потому что даже люди пишут комментарии выскочки такие просто смешно читать когда речь идет об одном на раскладе а люди говорят о другом когда люди вообще мыслить не умеют больше это очень страшно на самом деле я просто вижу деградацию такую в комментариях очень сильную прям серьезно реально очень ощутимо поэтому читайте книги я всегда говорю слушайте сложную музыку ставьте пластинки дома те которые у вас там пыли валяются книжки вот эти библиотеки с энциклопедиями старыми перечитывать это все литературу классическую перечитывайте потому что такое творится у людей в голове такой вообще просто свинарник и хлев понимаете клянусь я когда иногда читаю и уже два с половиной года я делаю расклады по украине и постоянно спрашивают а во сколько расклад и так одно и тоже уже два с половиной года а во сколько когда а во сколько в москве а во сколько в дубае расклад ребята неужели вы думаете я буду сидеть с часовой с мировыми часами вот здесь на телефоне и каждому писать в телеграм-канале во сколько по вашему часовому поясу будет расклад детский сад просто такой тупизм блин вообще я просто выдержать уже это не могу понимаете а во сколько по киевскому времени и перед вами у такие афиши я зову людей говорю приходите на ритуал там на семинар деньги и прививки страшнейший просто идет экономический кризис я бы зову приходите билеты стоят недорого приходите покупайте билеты и что-то будете знать что вы хотя бы выжили понимаете люди вот такая афиша висит написано дата время и никто не читает просто а куда писать а сколько стоит тут же написан имейл вот такими буквами писать куда такие глупые просто комментарии я прошу прощения что я на это отвлеклась но правда друзья это невозможно это прямо страшно просто страшно я читаю смотрю а люди просто вообще войдите понимаете в общем стремно это все давайте смотреть что ждет север украины ближайшее будущее смотрю тоже север восток юг центр запад потом спрашивает а что на западе смотрите расклад не будьте ленивыми вот и все или не смотрите поехали значит север украины ближайшее время что нас ожидает я думаю что здесь будут международные какие-то переговоры и опять украина будет пытаться присоединиться к евросоюзу опять здесь будут попытки разговоров туда на ту сторону да вот так вот я постучала ваша собака залаяла ну бывает вот хоть какой-то позитивный комментарий да так вот хочу вам сказать бывает да хочу вам сказать что вы понимали что на самом деле действительно карта отшельника луна это будет эвакуация либо выезд в связи с тем что будет какая-то перемена какая сейчас посмотрим с вами я думаю что действительно здесь неприятности ожидают здесь вообще не до шуток кстати друзья давайте внимательно сейчас посмотрим быстренько расклад я вас отпущу потому что и так часовые расклады длинные прям страшное дело для мозгов это тоже трудно значит смотрите действительно разрушение север украины ближайшее время и я вижу какой-то какую-то большую достаточно неприятность связанную с водой север украины я продолжаю это видеть то есть из расклада в расклад это тоже наверное у нас второй или третий второй или третий расклад у нас такое вот происходит что я вижу здесь проблемы с водой или от воды какие-то опасности здесь для северной украины вот так вот я здесь вижу что еще кто-то приедет в украину сейчас навещать будет с визитом какое-то ближайшее время будет визит тоже такой вот тот кто приедет это будет такая демонстрация немножко куда вообще движется вся эта история неотклеима абсолютно неотклеиваем а от скажем так вот этой пуповиной которая приросла вот украина абсолютно то есть здесь невозможно это как-то разделить я вижу здесь абсолютно ближайшем будущем то что люди действительно пострадают и у меня почему-то здесь тут большие упущения в плане медицины это прям какой-то я не знаю ли склад сгорит или испортится что-то или больница какая-то не дай бог конечно пострадает здесь вообще в плане медицины то есть нету как такового вот такого минздрава да как союзе было то здесь такое разрушительное немножко идет внутреннее то есть люди не покрыты сейчас государством не не заботится государства здравии населения вот так вот я бы сказала даже ближайшее время прогноз конечно не очень утешительный даже на север украины давайте восточную часть смотреть вот вы пишете комментарии надо по дамбе киевской бахнуть надо вам по башке бахнуть чтобы ваш рот весь бахнулся и таких как вы из какой вы вышли непонятно что таких как люди как вы чтобы таким людям и ну как бы людям которые рожают таких как вы выдавали бесплатно их либо стерилизовали чтобы вы не рождались просто даже прости меня господи чтобы таких людей просто или я не знаю или кастрировать вас вы мужчина вроде как кастрировать просто вас стерилизовать тоже чтобы вы не могли иметь детей и жестко жестко как в союзе что найти чтобы газоны красили с люками вот так вот часовые расклады потому что отвлекаетесь потому что это эфир моя птичка или птенчик потому что я с людьми общаюсь во время эфира отвлекаюсь не нравится до свидания форточка всегда открыта как влетели сюда так и вы летаете я никого не держу ребята вы такое впечатление что мучаетесь а кто-то пишет из расклада в расклад какие-то комментарии что мне все так не нравится из расклада в расклад значит у вас это ментальные какие-то слабости есть вас так восточная украина потому что ходить на то что не нравится свою жизнь просирать вот так вот может только идиот полный поспорьте со мной если хотите мне плевать так поехали восточная украина что у нас здесь идет здесь тоже все таки восточная украина у нас разделена на две части как я уже и сказала почему потому что мне кажется туда скоро добавится Харьков севера такой восток да скажем так туда добавится Харьков друзья мои почему потому что все к этому давно шло и туда шли расклады в эту сторону и я знала и говорила вам что Харьков в какой-то момент все равно будет неприятности будут там Харьков область что я вам еще хочу сказать я хочу сказать что восточная часть здесь останется без ресурсов это свет это вода это отсутствие коммуникаций и тоже проблемы с водой мне кажется вообще что надо очень внимательно относиться к фильтрам воды потому что даже та вода которую вы покупаете в магазине она допустим даже та же Моршинская или там поляна Квасова например хотя она допустим из этого Аскарпат ну я так насколько помню себе да или там у вас что бы это ни было это вода которая немножко загрязнена то есть если у вас есть даже вот эти вот замерители замерительные приборы померяйте воду напишите комментарии кто померяет пожалуйста как у вас с водой потому что такое впечатление что вода отравленная в прямом смысле слова то есть может быть можно какие-то угольные фильтры может быть можно в серебро например да или серебряную ложечку ставить если есть такая возможность да хотя бы хоть как-то и ионизировать эту воду понятно вот хочу вам сказать что двойка кубков восьмерка жезлов это карты которые говорят о том что здесь немножечко надо ну скажем так понимать что я вижу через эту воду действительно какое-то ну такое чуть ли не отравление людей в действительности либо от воды тоже будут неприятности здесь именно восточная Украина это проблемы с водой все таки общие любые абсолютно любые также хочу вам сказать что карта мага здесь идет ну в общем тут конечно карты не сладкие идут сейчас посмотрим еще что на восточную Украину что здесь это ожидание да тоже большие неприятности четверка мечей это как будто какие-то города будут просто парализованы и нельзя уже во-первых даже из области выехать то есть если вы даже сюда ну сейчас захотите выехать куда-то вы практически не сможете у вас не будет возможности то есть многие люди даже если захотят куда-то поехать или эвакуироваться и так далее они не смогут это сделать да хочу вам сказать поэтому вы должны это понимать для себя на будущее что это серьезная проблема на самом-то деле четверка мечей это такая карта когда человек скован да не может ничего делать понятно и я хочу вам еще вот что сказать что здесь действительно будут военные действия продолжаться я пока вижу что на праздник тоже на праздники будут неприятности причем достаточно крупные и по дураку здесь может произойти даже очень серьезные ну скажем серьезная какая-то катастрофа просто практически сейчас посмотрим еще неприятный расклад конечно но мы хоть как-то общаясь с вами хоть немножко отвлекаясь от этого всего хоть чуть-чуть чтобы можно было как-то помягче его воспринимать этот расклад что вам не так было сложно смотрите туз мечей по королю жезлов да тут вообще интересные карты но сложно опять сложно я вижу что здесь тоже три стороны участвуют ну три стороны это власть самого донбасса например да и ближе уже скоро присоединиться харьков это будет таких три крупнейших этих области которые здесь будут включены следующее что должна вам сказать это конечно же то что это по умеренности теперь будет новый такой немножко новая территориальная такая история но харьков конечно мне жаль правда уже бы хотелось чтобы не было вот этих всех конечно страшных историй но пока вот так мои дорогие пока вот если смотреть расклады например в сравнении предыдущий расклад немножко больше было надежды на мир по сравнению с этим раскладом этот расклад здесь конечно говорит о том что не идет украинская власть никуда не идет они просто загоняют народ загоняют все там просто скоро не будет ни предприятий ни магазинов ни дорог ничего я не знаю что там останется вообще ни людей уже нету и люди показывают мне эти рассказывают показывают мне какие-то фотографии присылают знакомые как загружают кого-то в бобик а кто-то не хочет ну в общем ну в общем люди не хотят это эту войну конечно так юг ближайшее время так так юг проблемы тоже самое с водой опасность от воды ну там постоянно запускаются ракеты через воду это понятно почему здесь так юг тоже разделяется здесь немножко будет страдать все-таки наверное запорожье николаев да вот так поэтому здесь чуть больше идет неприятностей неприятностей до добавляется сложность тоже с ресурс с ресурсами сложность с медикаментами те кто зависит от каких-то препаратов надо людей вывозить потому что они скоро не смогут их получать дальше это конечно у нас то что здесь за юг идут такие себе разговоры видать здесь да то есть чтобы это как курортная здесь зона но она здесь будет здесь будут бомбить юг Украины все равно однозначно будут прилеты по-любому мне очень жаль но действительно и новый закон который сейчас власти сдаст он будет страшный для людей люди будут знаете как я не знаю это как холокост вот честно вам скажу вот так вот просто реально публично вот на весь мир просто вымирание просто вот так вот нации страшное дело вообще так большое количество разрушений по югу идет очень много даже больше чем в прошлый раз честно вам скажу плохо плохо плохой расклад мне жаль что это все проигрывается ну судя по комментариям но не за горами это да я с вами согласна реально проблема у людей с головой люди такое пишут такое говно потому что внутри кроме говно что вы хотите яблонька от яблоньки называется недалеко падает а есть еще одна поговорка о тасинки не родятся апельсинки я же говорю это надо кастрировать такое население и просто чтобы они вообще их чтобы не было просто и от них ничего не было потому что от них ничего хорошего интеллектуального не родится центр ближайшее время прям да я прям с печалью читаю эти комментарии с таким с горечью просто о количестве потупевших людей ну вот спасают еще те комментарии которые дают какую-то надежду на то что есть интеллект где-то но оно сразу видно ну что я хочу сказать центр это действительно все таки вот эта подготовка и такой какой-то скажем так скажем так может быть даже какой-то центр где же говорю скрывается что-то может быть это база какая-то очень тайная может быть даже подземная да который на которой тоже там есть свои может быть бункера может быть свои какие-то продукты хранения здесь есть продукты питания хранятся я уже заговорилась поэтому я хочу вам вот это вот сказать что это вот ближайшее время центра здесь будет это укрепляться здесь для своих скажем так есть какие-то возможности ресурсы и украина готовится к тому что здесь совершенно будет ну скажем так приход каких-то иностранцев ближайшее время этот центр как-то готовится и как будто здесь момент ожидания очень странно да но во всяком случае она реально так идет я хочу вам сказать что это прям не самое благоприятное что здесь может быть дело в том что иностранцы никакие сюда не придут которые ждут и потом это все будет музеями через 10-20 лет будут показывать как здесь над народом издевались о себе там имели знаете все подряд так вот центре будут какие-то переговоры и не могут никак договориться кстати не могут не получается не получается здесь даже международный уровень переговоров идет уже понимаете и уже просто с частью евросоюза видимо настолько большие проблемы украина уже ну типа если вы давали что-то но сегодня вы не с нами то пошли вы на три веселых буквы да здесь реально так то есть как бы вчера вы были хорошие а завтра идите понимаете ну как-то так поэтому здесь уже вот как бы сама украина начинает уже конфликты какие-то прения с теми кто был раньше в союзе якобы и шел заодно и тут уже начинаются другие проблемы тут скоро будут ущемлять часть евросоюза из-за этого потому что здесь да а украинцев ждет просто безденежье очень сильно ближайшее время я вам хочу сказать что те кто хоть что-то имеют сейчас приходите на семинар деньги и прививки буду рассказывать как быстро надо срочно что надо сделать с деньгами потому что кризис просто я не знаю смотрите ли вы следите ли вы за рынком за фондовыми рынками следите ли вы наталья благодарю вас дорогая за донат я вам очень благодарна за поддержку нашего канала спасибо дорогая я не знаю следите ли вы за тем что происходит с долларом что происходит с евро посмотрите на графике вы увидите что происходит и тут реально проблемы реальные в ближайшее время поэтому те у кого накопление особенно в наличных приходите обязательно на наш семинар закрытый семинар закрытый стоит денег поэтому сразу говорю вам подавайте заявки если вы готовы платить за семинар администратор пошлите пожалуйста в чат куда писать наш имейл чтобы люди могли приобрести из россии оплата биткоином если хотите да приходите пишите на имейлы отвечает менеджер не я она вам все вышлет очень оперативно работаем поэтому пишите у нас начало 20 апреля 18 закроется запись поэтому вас всего ну как бы плюс минус 9 дней поэтому пишите и записывайтесь на семинар если у вас реально есть ну хоть что то что хочется сохранить приходите я буду рассказывать значит смотрите дальше здесь конечно центр я вам хочу сказать здесь в ну сюда вывезены почему-то большое количество может быть каких-то религиозных икон достояние какое-то да культурное я здесь вижу в центре и будет в ближайшее время там ну как будто это с какой-то склад я же говорю я вижу что там как будто свозится что-то также там идет разработка какого-то оружия своего внутреннего формата так что вот такая вот история так хорошо это центр хорошо ничего хорошего по поводу центра у меня серьезные вопросы на самом деле не знаю как у вас давайте смотреть западную украину у нас 10 минут осталось западная украина ближайшее время западная украина потеряет сейчас возможность а я вам говорила что с польшей будут проблемы вот смотрите сегодня что делается здесь будут приниматься законы которые будут действительно менять сейчас новые границы как будто открывается новые какие-то пути и здесь по повешенному по влюбленным да какое-то время это продержится но тоже за свои коврижки это все будет потом оплачено действительно в конце каждого супермаркета будет касса однозначно я хочу вам сказать что луна здесь говорит о том что здесь очень неприятности большие могут настигнуть со стороны польши со стороны границы а сейчас это польша и вообще границы вот эти зажимания сейчас переговоры идут между евросоюзом и россией для того чтобы вот эту другую часть скушать вот что будет происходить сейчас ближайшее время понятно поэтому поэтому не сможете выезжать очень многие не смогут выехать очень многие тут прям какой-то я вам говорю как будто в тюрьме украина как большая тюрьма то есть люди не могут двигаться перемещаться понимаете очень плохо плохие дела и западная украина здесь тоже находится в большой опасности но теперь это как будто троеугольный такой треугольный камень тут конечно тоже западнял скоро будет все таки на латвию какой-то момент до из десяти или того может быть я не знаю ну то есть это немножко курс какой-то совсем северный северно-северно-северо-западный может быть да и южный два курса я вижу двойку да здесь то есть здесь будет раздвоение какого-то пути ой не знаю товарищи что-то нехорошее чую произойдет скоро крым ближайшее время крым что-то по крыму у нас идет по крыму есть неприятности украина будет на крым покушение делать будет будет какой-то наезд здесь по крыму новости будут выходить президент скоро будет по крыму что-то новое делать это секретный проект но по новостям будет показано как будто это что-то ну типа простое да там какая-то дорога какие-то такие вещи на самом деле там будет очень серьезный проект и то есть вы же должны понять что когда что-то строится или перевозится это видно даже со спутников да если это что-то крупное то здесь как бы момент того что что-то будет происходить такое будет видно но это как типа под прикрытием строительства какого-то объекта будет а на самом деле это будет перевозка перетяжка чего-то совершенно другого вот крым под под опасностью находится так окей приграничные территории давайте хотя бы два слова россия со стороны украины да для россии посмотрим здесь может быть так что украина будет дотягиваться своими щупальцами туда сейчас потому что то оружие которое они сейчас получат она будет долетать далеко поэтому здесь даже очень очень глубоко в россию может прилететь что-то то есть это даже не про приграничные зоны мы сейчас говорим да то есть здесь дальше прилететь здесь может и к центру и к москве слетать что-то хотя я от знакомых слышу что бывает такое действительно это реально вот 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 к сожалению и москва тоже и питер здесь возможно ну то есть любые города такие крупные они здесь не в безопасности хочу вам сразу сказать это война друзья поэтому не скажем не надо обольщаться вот так вот и не недооценивайте никого потому что украина не сама воюет поэтому тоже тут надо свои как бы понимание вести в этом плане небольшая неприятная какая-то ситуация со стороны там ну как бы северная сторона я бы сказала больше северная сторона россии здесь неприятно карта звезды да когда больше уже идет сторону сторону заполярье странно странно надо пора на этот на северный на южный полюса сделать расклад что-то мне это не нравится ну ребята я делаю расклады по очереди всех раскладов каждый день не переделаешь сложно поэтому хочу вам сказать что вы понимали будут эвакуировать здесь из приграничных территорий часть людей здесь будут неприятности причем серьезные такие достаточно сожалению ну что друзья мои я думаю это на сегодня у нас все мне пора будет сейчас переключаться на другой эфир у нас на другом канале будет эфир что высшие силы вам хотят сказать посоветовать да на 10 дней поэтому если хотите переходите на мой второй канал он называется таро юлия петрова прямые эфиры там только прямые эфиры там расклады на отношения на месяц например расклады отношения в месяц и на 10 дней расклады да вот такая как сегодня тема поэтому приходите присоединяйтесь к нам вот администратор вызвала вам ссылочку приходите у нас тоже там хороший канал там много девочек нас такой больше женский конечно коллектив но мальчиков мы тоже рады там видеть вот спасибо вам большое всем за просмотр давайте будем надеяться на лучшее давайте будем людьми ну те кто остался люди потому что я конечно понимаю что рубанков тоже достаточно много тупых тупоголовых каких-то пустых просто тел которые перемещаются понимаете бесполезно едят знаете я люблю называть таких людей пожрать посрать и сдохнуть вот это вот знаете категория вот поэтому мы все таки здесь на канале с другими людьми общаемся я хотела бы конечно видеть адекватных классных нормальных людей которые понимают о чем я тут вообще расклады говорю что происходит те кто трекают и ведут действительно учет того что произошло на раскладе что проигралось кто пишет на телеграм канале свои какие-то отзывы кто делится спасибо вам большое те кто из россии если вы хотя бы не можете донать донат послать стать спонсором канала хотя бы обязательно делитесь этим раскладом в социальных сетях где-то в контакте ссылочку скидывайте на этот youtube видео и на другие видео приходите ко мне на канал давайте наращивать людей чтобы здесь действительно были люди которым надо это узнать которым важно это знать делитесь со своими друзьями расклады адекватные объективно я стараюсь как-то работать все равно по максимуму да не включаться никакие там стороны не занимать поэтому приходите я вас всех обнимаю всем желаю здоровья всем желаю чтобы не было какой-то печали чтобы никто не умирал на свете вот ну или хотя бы по минимуму радуйте жизни любите свою семью патриотично относитесь к своим семьям к своей культуре не забывайте кто вы откуда вы произошли кто ваши корни цените себя цените близких не забывайте что вот пасха скоро надо будет поминать своих покойных родственников не забывайте про них не забывайте про тех кто ветераны войны дедушки бабушки 10 апреля завтра день освобождения одессы для меня это большой праздник вот поэтому праздную все все равно вспоминаем всех слушаем песни смотрим фильмы в бой идут одни старики смотрим плачем и понимаем что далеко не ушли ничему не научились и комментаторы об этом сегодняшний нам это подтверждают к сожалению вот а мы ничего не можем сделать мы можем посмотреть расклад надеяться на лучшее сложить две ручки посмотреть наверх понимаете вот так но мы можем быть хорошими людьми не сраться в комментариях от нас много чего зависит не обижать других не переходить на личности в душе держать покой и быть просто людьми это мы можем все могут поэтому от вас многое зависит всего доброго до свидания и и и